Друзья, всем привет! И вы снова на канале Кукин Бранч. Сегодня мы приготовим кабачковые оладушки с вкуснейшим сметанным соусом. А прежде чем приступить к приготовлению, хочу поблагодарить все зрители за ваши комментарии, за поддержку моего молодого канала лайками. Если еще кто-то не подписан, самое время подписаться с колокольчиком, чтобы не пропускать много интересных блюд. Всем желаю приятного просмотра! Итак, поехали! И в продолжение кабачковой темы на моем канале, хочу предложить вам сегодня приготовить кабачковые оладьи. И для их приготовления нам понадобится 1 средний кабачок. У меня сегодня сукиния взяла, я и люблю его за плотную мякоть. Но также у него и толстая кожура, которую нам придется счистить. Как говорится, и свои плюсы и минусы. Одна средняя морковь, зубчик чеснока, небольшая луковица и немножко укропа, несколько веточек зелени укропа. Удаляю кладоножку и очищаем кожуру. Очищенный кабачок нам нужно натереть на крупной терке. В натертый кабачок я добавляю половину чайной ложки соли. Соль я добавила именно сейчас, потому что соль способствует выделению жидкости из кабачка. И нам будет нужно откинуть на сито и сцедить всю эту жидкость. Пока сок будет сцеживаться из кабачка, нам нужно натереть другие продукты. Оставляем ненадолго в сторонке. Морковь я натираю на мелкой терке. Сюда же на мелкой терке я натираю зубочек чеснока. Его можно также выдавить через чесночный пресс, но мне удобнее его натереть. И одну среднюю луковицу тоже натираем мелко. А зелень укропа нужно мелко нарезать. Весь сок из кабачка я отжимаю. Нам понадобится только мякоть. Натертую мякоть высыпаю в чашу, где мы все будем соединять. Сюда же добавляю все натертые остальные овощи. Зелень укропа, которую я тоже нарезала уже. И размешиваем. Одно яйцо сюда добавляем. Четверть чайной ложки черного молотого перца. Соль я сейчас не добавляю, потому что я ее добавляла в натертые кабачки. Сюда же еще 4 столовые ложки муки без горки нам нужно добавить. И хорошенечко все размешать. Вот такой консистенции должно у нас получиться кабачковое тесто. Вот такое солнечное яркое оно у нас получилось благодаря добавлению морковки. Морковка придаст нам не только цвет, но еще очень вкусно получится. Тесто готово. Пора жарить наши вкусные оладушки. На разогретую сковороду наливаю растительное масло, рафинированное, подсолнечное, 50 миллилитров. И с помощью ложки выкладываем аккуратно наши оладушки. 3 минутки оладушки обжариваем с одной стороны и переворачиваем на другую. Посмотрите, какие они у нас золотистые, румяные получились. Красавчики просто. Придаем обжариться еще минутки 3, я думаю, хватит нам с другой стороны. Готовые оладушки я выкладываю на 2 слоя бумажных полотенец, чтобы лишнее масло впиталось. И также жарим остальные. Кабачковые оладушки у меня уже готовы. Вот такие красавчики подрумянины у нас получились. Пусть они немножечко остынут, а мы в это время приготовим очень вкусный сметанный соус для них. Для приготовления соуса я беру 2 ложки сметаны, у меня 20% и 1 столовую ложку домашнего майонеза. И еще нам понадобится зелень укропа, совсем немножко, граммов 10 у меня здесь. И его нужно меленько нарезать. Высыпаем. И размешиваем. Конечно, кабачковые оладушки, они сами по себе уже вкусные, но с таким соусом будет еще, конечно же, вкуснее. Маленькую щепотку соли я добавлю. Еще раз размешаю хорошенечко. И наш соус готов. Кабачковые оладушки у меня уже немножечко остыли. Посмотрите, какие они мягенькие, сочные. Сейчас покажу, какие они внутри. Очень сочные, очень мягкие. Вот так вот прям макать их в соус нужно и пробовать. Просто пальчики оближешь. Какая вкусняшка. Друзья, сколько я не перепробовала рецептов, по этому рецепту получаются самые вкусные и самые удачные оладушки из кабачков. Если вам тоже понравился мой рецепт, обязательно приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok